Здравствуйте, дорогие ребята! Тема нашего урока по биологии – обмен веществ и превращение энергии в клетки. Фотосинтез и хемосинтез. Сегодня на уроке мы узнаем, как происходит обмен веществ и превращение энергии в клетке. Поговорим о том, как осуществляется процесс фотосинтеза. Вспомним основные типы питания живых организмов, а также закрепим знания о хемосинтезе. Основой жизнедеятельности клетки и организма являются обмен веществ и превращение энергии. Обмен веществ и превращение энергии – это совокупность всех реакций распада и синтеза, протекающих в клетке или во всем организме, а также связанных с выделением или поглощением энергии. Обмен веществ и превращение энергии состоит из двух взаимосвязанно противоположных процессов – ассимиляции и диссимиляции. Две стороны – обмена веществ и превращение энергии. Диссимиляция – это совокупность реакций распада и окисления в живом высокомолекулярных органических веществ до низкомолекулярных органических и неорганических. В процессе диссимиляции происходит освобождение энергии, заключенной в химических связях органических молекул и запасание ее в виде АТФ. Диссимиляционные процессы – это дыхание, брожение, гликолиз. Основные конечные продукты при этом – вода, углекислый газ, аммиак, мочевина и молочная кислота. Ассимиляция от латинского ассимиляцио – усвоение. Это совокупность реакций синтеза высокомолекулярных органических веществ из низкомолекулярных органических или неорганических. В процессе ассимиляции происходит поглощение энергии, которая образуется в результате распада АТФ. Так, органические вещества, например, углеводы, синтезируются в растительных клетках из углекислого газа, воды и минеральных солей. Итак, основное вещество, которое обеспечивает все обменные процессы в клетке – это АТФ. В процессе диссимиляции происходит синтез молекул АТФ и запасание в них энергии. В процессе ассимиляции молекулы АТФ распадаются, и выделяющаяся при этом энергия расходуются на синтез органических веществ. Все реакции обмена веществ при вращении энергии в клетки ферментативные, то есть идут в присутствии ферментов. Типы обмена веществ. Благодаря солнечной энергии происходит первичный синтез органических веществ из неорганических – фотосинтез. Энергия солнца аккумулируется в синтезированных органических веществах, превращаясь в энергию химических связей. В процессе питания организмы расщепляют органические вещества, а выделяющаяся при этом энергия запасается в молекулах АТФ. В дальнейшем она используется в реакциях ассимиляции. По способу получения энергии и синтеза органических веществ все организмы делят на автотрофные и гетеротрофные. Автотрофные организмы или автотрофы от греческого аутос сам и трофа – пища питания. Они синтезируют органические вещества из неорганических. К автотрофным относят все зеленые растения и цианобактерии. Автотрофно питаются и хемосинтезирующие бактерии, использующие энергию, которая выделяется при окислении неорганических веществ, например, серы, железа, азота. Гетеротрофные организмы или гетеротрофы от греческого – гетерос другой и трофа – пища питания. Гетеротрофы используют только готовые органические вещества. Источником энергии для них служит энергия, запасенная в органических веществах, получаемых с пищей и выделяющейся при их распаде и окислении. К гетеротрофам относятся все животные, грибы и большинство бактерий. При гетеротрофном питании организм поглощает органические вещества в готовом виде и преобразует их в собственные питательные вещества. Процессы диссимиляции у организмов также различаются. Аэробным организмом или аэробом от греческого аэр – воздух и биос – жизнь, для жизнедеятельности необходим кислород. Дыхание для них является главной формой диссимиляции. Богатые энергией органические вещества в присутствии кислорода полностью окисляются до энергетически бедных неорганических веществ – углекислого газа и воды. Анаэробным организмом или анаэробом от греческого а-ан – отрицательная частица – кислород не нужен. Процессы их жизнедеятельности могут протекать в бескислородной среде. Органические вещества в этом случае расщепляются не полностью, поэтому продукты их жизнедеятельности могут использовать другие организмы. Например, все молочнокислые продукты являются результатом жизнедеятельности анаэробных молочнокислых бактерий. Большинство организмов на нашей планете – аэробы. Все растения, животные, за исключением некоторых паразитов – основные группы грибов и бактерий. Число анаэробов значительно меньше. Это многие почвенные микроорганизмы, бактерии и грибы, внутренние паразиты, утратившие способность использовать кислород в связи с образом жизни. Жизнь на Земле зависит от автотрофных организмов. Почти все органические вещества, необходимые для живых клеток, производятся в процессе фотосинтеза. Фотосинтез – от греческого фотос – свет и синтезис – соединение сочетания. Это превращение зелеными растениями и фотосинтезирующими микроорганизмами неорганических веществ – воды и углекислого газа в органические за счет солнечной энергии, которая преобразуется в энергию химических связей в молекулах органических веществ. В течение нескольких веков ученые-биологи пытались разгадать тайну зеленого листа. Долгое время считалось, что растения создают питательные вещества из воды и минеральных веществ. Открытие роли зеленого листа принадлежит не биологу, а химику, английскому ученому Джозефу Пристли. В 1771 году, изучая значение воздуха для горения веществ и дыхания, он поставил следующий опыт. В герметичный стеклянный сосуд он поместил мышь и убедился через некоторое время в том, что она, израсходовав на дыхание весь кислород воздуха, к сожалению, погибла. Но если рядом с мышью ставили живое растение, то мышь продолжала жить. Следовательно, воздух в сосуде оставался хорошим. Пристли сделал важный вывод. Растения улучшают воздух, насыщая его кислородом, делают его пригодным для дыхания. Так впервые была установлена роль зеленых растений. Пристли первым высказал предположения и о роли света в жизнедеятельности растений. В 1903 году в Лондонском Королевском обществе выдающийся русский ученый Климент Аркадьевич Тимирязев прочитал лекцию под названием «Космическая роль растения». Он сообщил собственные многолетние исследования в области фотосинтеза и привел доказательства того, что фотосинтез, осуществляемый зелеными растениями, является первой источником органического вещества и энергии. Это открытие стало крупнейшим вкладом в мировое учение о неразрывной связи и единстве живой и неживой материи, которая участвует в непрерывном круговороте как веществ, так и энергии на планете. В процессе фотосинтеза энергетически бедный вода и углекислый газ превращаются в энергоемкое органическое вещество глюкозу. При этом солнечная энергия аккумулируется в химических связях этого вещества. Кроме того, в процессе фотосинтеза в атмосферу выделяется кислород, который используется организмами для дыхания. Общее уравнение фотосинтеза можно представить так. H2O плюс CO2 в результате получается С6H12O6 с выделением О2, то есть кислорода. В настоящее время установлено, что фотосинтез протекает в две фазы – световую и темновую. В световую фазу благодаря солнечной энергии происходит возбуждение молекул хлорофила и синтез АТФ. Одновременно с этой реакцией под воздействием света разлагается вода H2O с выделением свободного кислорода О2. Этот процесс назвали фотолизом от греческого фотосвет и лизис растворения. Образовавшиеся ионы водорода связываются с особым веществом – переносчиком ионов водорода NADF и используются в следующей фазе. Для протекания реакции темновой фазы наличие света не обязательно. Источником энергии здесь служат синтезированные в световую фазу молекулы АТФ. В темновой фазе происходит усвоение углекислого газа из воздуха, его восстановление ионами водорода и образование глюкозы благодаря использованию энергии АТФ. Значение фотосинтеза. Прежде всего, фотосинтез – это основа питания всех живых существ. Ежегодно на Земле производится 150 миллиардов тонн органического вещества и выделяется 200 миллиардов тонн свободного кислорода. Из кислорода образуется озоновый слой, защищающий живые организмы от ультрафиолетовой радиации. Фотосинтез поддерживает современный состав атмосферы, препятствует увеличению концентрации углекислого газа – СО2, предотвращая перегрев Земли. Растения вовлекают в круговорот миллиарды тонн азота, фосфора, серы, кальция, магния, калия и других элементов. По подсчетам ученых, без фотосинтеза весь запас кислорода был бы израсходован за 3000 лет. Кроме фотосинтеза, известен еще один способ получения энергии и синтеза органических веществ из неорганических. Некоторые бактерии способны извлекать энергию путем окисления различных неорганических веществ. Для создания органических веществ им не нужен свет. Процесс синтеза органических веществ из неорганических, проходящий благодаря энергии окисления неорганических веществ, называют хемосинтезом. От латинского «хемил» – «химия» и греческого «синтезис» – «соединение сочетания». Хемосинтезирующие бактерии были открыты русским ученым Виноградским. В зависимости от того, при окислении какого вещества выделяется энергия, различают хемосинтезирующие железобактерии, серобактерии и азотобактерии. Каждому организму в процессе жизнедеятельности необходима энергия. Движение, рост, развитие, размножение – все эти процессы связаны с затратой энергии. Автотрофные организмы способны аккумулировать солнечную энергию и благодаря ей синтезировать в своем теле органические вещества. А как же получают энергию гетеротрофные организмы? Гетеротрофные организмы получают органические вещества с пищей. Первоначальное расщепление веществ происходит в их пищеварительном тракте, а окончательное – на клеточном уровне. Высокомолекулярные органические вещества – пищи – не могут быть сразу усвоены клетками и тканями. Прежде всего, они должны быть разрушены до низкомолекулярных веществ, более доступных для клеточного усвоения. В результате сложных многоэтапных процессов диссимиляции выделяется энергия, которая частично расходуется в виде тепла, а частично преобразуется и запасается в молекулах АТФ. Рассмотрим основные этапы протекания этих процессов у животных и человека. На подготовительном этапе, его еще называют пищеварением, происходит расщепление органических веществ под действием ферментов в пищеварительном тракте. Так белки расщепляются в желудке и в тонком кишечнике под действием ферментов пепсина, трепсина до аминокислот. Расщепление полисахаридов начинается в ротовой полости, в присутствии фермента слюны амилазы, а далее продолжается в двенадцатиперстной кишке. Там же расщепляются и жиры под действием липазы. Образующиеся низкомолекулярные вещества всасываются в кровь и доставляются ко всем органам, тканям и клеткам организма. Вся выделяющаяся на подготовительном этапе энергия рассеивается в виде тепла. Подготовительный этап, где Ку – тепловая энергия. Итак, белки плюс вода, в результате получаются аминокислоты и теплота. Жиры плюс вода. Мы получаем глицерин, высшие жирные кислоты и теплоту. Углеводы плюс вода. Мы получаем глюкозу и теплоту. Расщепление глюкозы. Последующие этапы расщепления низкомолекулярных органических веществ протекают на клеточном уровне. Рассмотрим их на примере глюкозы. Именно это вещество служит основным источником энергии для большинства организмов. Глюкоза в клетке может расщепляться двумя способами – анаэробно и аэробно. Процесс бескислородного расщепления протекает в цитоплазме клетки. В зависимости от типа клеток и организмов из глюкозы могут образовываться пировиноградная кислота, молочная кислота, этиловый спирт, уксусная кислота и другие низкомолекулярные органические вещества. Выделяющаяся при этом энергия запасается в двух молекулах АТФ, а частично рассеивается в виде тепла. Некоторые процессы бескислородного расщепления глюкозы называют брожением. Они характерны для анаэробных микроорганизмов, например, для молочнокислых бактерий и дрожжей. Молочнокислое брожение наблюдается и у аэробных организмов при недостатке кислорода в тканях. Например, нетренированный человек после интенсивной физической нагрузки чувствует боль в мышцах. Образовавшаяся там молочная кислота раздражает нервные окончания. Примерно через двое суток боль стихает, молочная кислота окисляется дальше. У аэробных организмов все промежуточные вещества, образующиеся из глюкозы, при бескислородном расщеплении окисляются кислородом воздуха до углекислого газа и воды. Этот последний этап диссимиляции называют биологическим окислением или клеточным дыханием. Он протекает в митохондриях. В реакциях кислородного расщепления глюкозы выделяется значительно больше энергии, основная часть которой запасается в 38 молекулах АТФ. Кислородное расщепление глюкозы С6H12O6 плюс О2. В результате мы получаем СО2 и H2O. И выделяется 38 молекул АТФ. Таким образом, аэробное расщепление глюкозы энергетически в 19 раз выгоднее, чем анаэробное. В этом процессе образуются только энергетически бедные неорганические вещества, а клетка запасает максимальное количество энергии в виде молекул АТФ. Бескислородные и кислородные пути диссимиляции. Исторически брожение более древний процесс, чем клеточное дыхание. Он характерен не только для анаэробных организмов, но является и первым этапом окисления глюкозы у аэробных организмов, в том числе у животных и человека. Кислородный путь диссимиляции оказался более выгодным в энергетическом отношении. Благодаря выигрышу энергии первичные одноклеточные аэробные организмы дали в процессе исторического развития живой природы начало многоклеточным организмам и достигли больших размеров. Среди анаэробов остались только одноклеточные формы, за исключением паразитов, вторично перешедших жить в анаэробные условия. Итак, ребята, сегодня мы с вами узнали, как происходит обмен веществ и превращение энергии в клетки. Поговорили о том, как осуществляется процесс фотосинтеза, рассмотрели световую и темновую стадии фотосинтеза, вспомнили основные типы питания живых организмов, автотрофное и гетеротрофное, а также закрепили знания о хемосинтезе, как о способе автотрофного питания. Обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. Надеюсь, вам все было понятно и интересно. До свидания!